Кто-то пришел в воровскую семью случайно, кто-то намеренно строил себе криминальную карьеру, увлекшись тюремной романтикой, а кто-то просто брал пример со своего отца. Руслан потянулся к воровскому, ступая по следам своего родителя Николая Соколова, картавый Колька Колымский. Родился Руслан в Иркуте в 1951. Первая судимость приключилась с ним в 1969, когда в Иркутинский суд приговорил его к четырем годам за хулиганство. В 1973 по той же статье ему дали еще два года. В 1976 Соколов сел уже на пять лет за умышленные тяжкие телесные повреждения. На следующий год его дело рассмотрел уже Верховный суд Коми, который постановил присвоить ему статус особо опасного рецидивиста. И по статьям за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и угрозу в адрес лица, выполняющего общественный долг, приговорил Соколова к 15 годам. Отбывая наказание, он какое-то время провел во Владимирском Централе, где судьба свела его со многими влиятельными законниками. Помимо Владимирского Централа, Соколов побывал во многих тюрьмах и колониях Советского Союза. Отсидев свой срок полностью, он вышел на свободу в 1992. Своё освобождение авторитет, по всей видимости, неплохо отпраздновал. В том же году он был задержан в Липецке за хулиганство, а состоявшийся вскоре суд приговорил его еще к двум годам заключения. Умер Соколов в 1996 в Домодедово, где и был похоронен.